Руслан Алеев Я считаю, что достойен только того, кого выберут. Я думал, что Марко в тех условиях, в которых он работал, а Марко пришел в ситуацию, когда его ненавидели априори все. Он вроде бы был ни при чем, но его все ненавидели. Ты пришел на живое место самого любимого человека, который, не знаю, любит больше, чем самого клуба. Ты пришел вместо Палыча, две недели сидишь в отеле, должен по скайфу тренировать команду, чтобы не потерять Лигу Чемпионовскую путевку. Если ты ее не потеряешь, а он ее не потерял и выиграл финальный отрезок, никто не скажет Марко Браво. У меня другое мнение. Мне кажется, что Мирончук выиграл тот отрезок, а не Никодич. Может быть. Ну, так можно сказать, что до этого Краховник выиграл. Не, ну, мне кажется, просто ни на каком другом этапе не строилась так сильная игра на Мирончуке. Да ужасно финишировать тот сезон, что-то будет. Ужасно, конечно. Еле-еле просто, да. Я помню тот матч с СССР, просто два раза дошли до штрафной один раз чудом, заработали пенальти, дали уже забил. Другие клубы тоже теряли очки. Никто не стремился, потому что он Лигу Чемпионов. Не суть. Я же не говорю, что он молодец. Я говорю о том, что если бы он потерял, все бы сказали, ну, понятно, что. А так как он эту путевку оставил, никто не сказал, молодец. И дальше у него ушли лидеры, там, Жоа Марио, Баринов сломался, кресты, Леша Мирончук. У него новая команда, Рыбчийский, Куликов, Лига Чемпионов. Он стал, там, результат такой же по итогу плачевный, да, наверное, клуб стал перестраиваться. Потом за зиму, без каких-то там вкраплений, да, ну, команда перестроилась же. Перестроилась. Но я еще летом говорил, что надо рифа доставить. Помните, я тебе даже писал. И, ну, правда, я не знал, что он на такой позиции. Мы разговаривали с Маркой зимой, и он мне, я говорю, а что вы делаете, почему Ром-то? Он говорит, ну, я говорю, я смотрю на состав, да, у меня есть, как бы, крайки, но при всем уважении ко всем крайкам, краев должен быть все-таки такой, ну, а в Лейдене игру, определять ее. Я люблю там ребят, но у меня здесь в центре поля Криховик, Барина вернулся, Мухин сумасшедший интенсити показывает, Влад Игнатьев ему уже проще здесь в ромбе, в полуфланге находить зону. И, ну, короче, он собрал, команда поверила, да. Ну, доказал, доказал. Ну, если говорить о моем мнении, они клещают, то оно как-то всегда, почему-то, расходится с мнением мейнстрима. В ту самую осень Лиги Чемпионскую, когда еще дела не ладились внутри чемпионата, я, наоборот, видел у него интересные идеи, особенно в матчах Лиги Чемпионов. За это можно было зацепиться, и интересные короткие розыгрыши постоянно были. Потом очень странный этап был, когда невероятная победная серия, но на самом деле единственным сильным качеством команды было умение контратаковать. Потому что оборона, она была, наверное, выше среднего, но никак не топовой. Очень много приходилось и Гильерме тащить, и где-то даже просто фортила. Гильерме там с поздатом. Да, да, да. И позиционная атака практически нулевая. Так что говорить, что этот отрезок прямо шикарный по качеству футбола я не могу. Там по результатам, конечно, все были в восторге. И вот как найти баланс по марку, наверное, точно можно ни на каком отрезке не ставить под сомнение. То, что он очень серьезно влияет на игру своих команд. Потому что есть тренеры, которые дают больше свободы, есть те, у кого все буквально с тренировочного поля переносится. А вот уровень оценить достаточно трудно. Ну, давай тогда еще немножко поговорим про стиль, потому что это и главное отличие, и часто главная претензия. Мне, например, сразу всплывает в главе слова Галецкого из того самого интервью, когда он выделил Николич, и он сказал бы, что из-за стиля не позвал в Краснодар. Насколько ты думаешь, это справедливо? И какую разницу уже сейчас ощущаешь, когда другой тренер гизданит? Разницу какую? Слушай, я просто логично всегда сравнивать, если объективно, осень с осенью с осенью. То есть у нас, например, так получается, что последние три сезона осенью это постоянные травмы или коронавирусы, которых больше было, конечно, много в прошлом году. Это график два матча в неделю с Лигой чемпионов сложнейшей, Лигой Европы уровня тоже серьезнейший. И все время команда уже под конец сыпется, уже уставшая, уже не может, уже на ободах. И тут плачевные результаты были у всех абсолютно. И Марко уже в конце просто с команды доживали, и неким было играть, ну, объективно неким. И Палыч мне там тоже перед последними матчами говорил, мол... Ну, конечно, было понятно, что человек на опыте просто понимает, в каком состоянии команды, и ты ничего не можешь с ней уже сделать, тебе уже все, нужен отдых сборы. Ну, и сейчас то же самое произошло. Причины там где-то разные, не знаю. Я считаю, что Гизель поставил прессинг, ну, объяснил, да, как, там, какие-то эпизоды. Но пока это самое огромное количество желто-красных карточек, это не прессинг, а какой-то там футбол, иногда дворовый, что мы сейчас летим, вот это отнимем, да, а если отнимают, это срабатывает, то они дальше вообще не насыщают штрафную. И не понимают, как дальше. То есть дальше все строится абсолютно, я не увидел ни одной схемы. То есть, ну, мы все смотрели, там, как Рагник учит, у тебя там должно быть все по центру, мы не уходим во фланг, у тебя 5 секунд туда вертикально доставим, все понятно. Но этого вообще нет уже. Я помню, в первом матче, по-моему, это с Рубином было, интересная идея была на правом фланге, когда Мардишвили с центра полузащиты туда уходил, но потом вообще более простую схему начал использовать все-таки Гизель, так что да. Я вообще не понимаю, извиняюсь, вот схема, да, мы же играем 4-2-2-2, почему-то так купили Керка, Керк вообще не может играть в полуфланге справа, почему он там играет, ну, то есть, я даже никак не может, все критикуют Керка, я тоже критикую Керка, но Керка, это там, не знаю, 4-3-3 играть, так далее, что. Не думаешь, что его как одного из нападающих рассматривали? Да, но там даже при прочем, там даже ситуация, когда можно было поставить, его все равно ставили именно на право, даже Зиновича ставили в нападение, что вообще не центральный нападающий, это же ужас, человек в РПЛ просто не готов пока играть, Игорь стоит национально нападающим, а Керк все равно стоит на право. Нормально, живее Беларусь, ну. Согласен, но он же не готов. Ну, посмотрим, посмотрим. Просто сюда тоже можно один вопрос встроить. Руслан Васильев спрашивал, «Локомотив после зимнего перерыва выйдет на другой уровень или на перестройку нужно больше времени? Может ли Гизель стать вторым Шварцем в рамках РПЛ?» Ну, и я бы от себя добавил, возможно, самый главный момент, в том числе для того, чтобы ответить на эти вопросы. Вот ты несколько сезонов работал в клубе и наблюдал за ситуацией, и там за летними сборами, за зимними сборами. Мне кажется, для ответа на этот вопрос очень важна физика. Правильно ли говорить, что в РПЛ зимние сборы на физику влияют даже больше, чем летние, но они просто чаще получаются более обширными по количеству людей? Летние вообще не влияют на физику, я могу сказать. То есть, когда этот вопрос задавал там тренер по физподготовке, Сергей Алексеев, в частности, он говорил, что на зимних сборах у тебя закладывается фундамент не до конца, а вообще на весь календарный год. Ты летом там, условно говоря, обносишь какие-то поправки, что-то добавляешь, ну вот что-то вот именно так. А именно зимой, когда у тебя три сбора или там по две недели, или там два сбора по три недели, как сейчас вот это будет, то, соответственно, это вот, ну, это беготня, беготня, беготня. И они сейчас будут очень много бегать. То есть сейчас они будут очень много бегать. Ну, сейчас все будет сейчас поставлено на физику. Именно поэтому я думаю, что за зиму они поставят физику, они будут много бегать, если они там не ошибутся с пиками и так далее, то они выйдут, и они должны бегать, бегать, бегать. И за счет именно физики и отстроенного прессинга, я думаю, что в РПЛ можно показать результаты, можно спасать этот сезон и можно давать классную весну. Ну, я не знаю, как болельщик может, но я верю, что это возможно. Просто не знаю, правда, очень много там, скажем так, мнений изнутри и не изнутри. Я просто не знаю, тот ли человек Гиздаль. Ну вот, да, про это есть последний вопрос, может ли он стать вторым Шварцем, но мне кажется, нет. То есть даже если их сравнивать вообще до РПЛ, мне кажется, это все-таки разные по уровню тренеры и Гиздаль. Опять же, даже когда ранее был лицом проекта, мне казался супер временной фигурой, просто потому, что есть записная книжка, там перезвонили, наверное, первую, вторую страницу, добрались до Гиздаля. И вот такая ситуация сложилась. Я, кстати, все равно считал, что если все-таки с ним тренера проводить, то на кой странице он не был бы, важно было брать тренера из... Да, 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 из, скажем так, религии ранненько. И все-таки сомнения есть. Но вот первая часть вопроса. Тут, конечно, точный прогноз никто не даст. Но вот, учитывая информацию, которую Кирилл сейчас дал нам, мне кажется, что вероятность того, что вторая половина сезона получится успешной, что можно будет адаптироваться лучше под этот футбол, она выше, чем при прочих равных. Субтитры сделал DimaTorzok